Всем привет! Сегодня на канале девайс топ лучших процессоров для игр по соотношению цены к производительности. Как обычно мы отобрали самые оптимальные варианты, которые доступны на нашем рынке. В подборку попали как камни от AMD, так и модели от Intel. Уверен, что каждый сможет найти что-то полезное для себя в этом ролике. Напоминаю, что в описании мы оставили ссылки на все процессоры и промокод на скидку. Ну что ж, погнали смотреть на первого героя топа. Им становится Core i3-1200F от Intel. Это абсолютно лучшее решение в бюджетном сегменте. Если кто-то собирает недорогую сборку для Full HD без претензий на космический фреймрейт, советую рассмотреть этот вариант. Серия процессоров с цифрой 100 всегда радовала своим балансом между ценой и производительностью. Благо 12100F не стал исключением. Сразу скажу, что такой же камень из 13-го поколения стоит чуть дороже, но разница между ними совсем уж небольшая. Поэтому я остановился именно на линейке Older Lake. Под капотом здесь 4 ядра и 8 потоков. Никакого разделения на производительные и энергоэффективные ядра в бюджетном сегменте у Intel нет. Множитель само собой заблокирован. Базовая частота с 3300 МГц может увеличиваться до 4300 за счет фирменной технологии турбобуста. TDP процессора составляет смешные по нынешним меркам 58 Вт. Можно обойтись стандартным кулером и не тратиться на башню. Есть поддержка стандарта DDR5 и интерфейса PCI-Express 5.0. За счет актуального сокета LGA1700 в дальнейшем можно собрать систему под будущий апгрейд. Что касается боттлнека и видеокарт, идеальной парой для 12100F будет карточка вроде RTX 3050. В итоге получится отличная связка для Full HD гейминга с минимумом компромиссов. Процессор может совладать и с условными RTX 3060 или RX 6600 с минимальными просадками, что позволит получить сборку с неплохим запасом на будущее. Ну а сейчас самое время подписаться на канал и нажать на колокольчик, если вы не сделали этого раньше. Эти простые действия с вашей стороны очень помогут в продвижении видоса сквозь алгоритмы ютуба. В недорогом сегменте у AMD сейчас нет интересных и сбалансированных вариантов. А вот если немного увеличить бюджет, то на арену выходит Ryzen 5 5600. Немного урезанная по частотам версия 5600X. Разница в производительности между старшей и младшей моделью совсем смешная. Доплачивать за разогнанные частоты было бы не совсем правильно, когда есть более доступное решение. Итак, 5600 представляет собой все тот же шестиядерный процессор с 12 потоками, 7-нанометровым техпроцессом и свободным множителем. Базовую частоту можно разогнать с 3500 до 4400 МГц штатными инструментами. Показатель TDP в стоке 65 Вт, но с учетом разгона цифра явно перевалит далеко за сотню. Тем, кто не планирует баловаться с частотами, может хватить и боксового кулера. В идеале, конечно же, обзавестись башней. Платформа AM4, пожалуй, является единственным недостатком процессора. Все-таки большинство предпочитает собирать систему на актуальном сокете. Но есть в этом и определенные плюсы. К примеру, если вы давно сидите на каком-нибудь Ryzen 5 1600 или 2600, то апгрейд на 5600 станет отличным решением и не потребует затрат на смену материнской платы. А если говорить о потенциале раскрытия видеокарты, то можно рассчитывать как минимум на комфортный гейминг в паре с RTX 3070 Ti или RX 6700 XT. Карточки раскроются на 100%. К тому же можно позволить себе поиграть в 2К-разрешении. Как вам этот проц от AMD? Поделитесь своим мнением в комментариях. Слегка увеличим планку и рассмотрим популярный восьмиядерный код AMD Ryzen 7 5800X. Наверняка многих заинтересует, почему мы выбрали этот проц и считаем его хорошим вариантом в плане соотношения между ценой и производительностью. Ответ довольно простой, на платформе AM4 не так много вариантов для апгрейда со старых поколений. Переходить на какой-нибудь 5900X или 5950X будет не совсем целесообразно. Проще обновить систему на сокет AM5. А вот для апдейта на 5800X не требуется много затрат. Главный критерий – хорошая материнская плата с нормальной подсистемой питания. Возвращаясь к характеристикам процессора, отмечу, что это все та же архитектура Zen 3 и 7-нанометровый техпроцесс. Количество потоков, как несложно догадаться, увеличилось до 16. Процессор можно разогнать по множителю с 3800 до 4700 МГц. 5800X явно нельзя отнести к холодным камням, TDP составляет 105 Вт. Для турбобуста наличие башни является обязательным требованием. В связку к нему можно поставить карточку уровня RTX 3080 или RX 6800XT и наслаждаться любыми играми в 2К-разрешении на ультрах. Кстати, хочу рассказать про наш телеграм-канал. Там регулярно публикуются актуальные обзоры и топы на компьютерную тематику. Ссылку мы оставили в описании, переходите и обязательно подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. 400-я серия – еще одна популярная линейка у Intel. Но если во всех предыдущих поколениях эти процессоры считались скорее бюджетным решением, то 13400F немного поменял расклад. При этом стоимость возросла совсем незначительно. Зато теперь здесь не 6 ядер и 12 потоков, как все привыкли. Проц перешел на современную компоновку с делением ядер на производительные и энергоэффективные. Они распределились в соотношении 6 плюс 4, а количество потоков увеличилось до 16. Если раньше разрыв между поколениями в синтетике составлял порядка 15-20%, то теперь 13400F обгоняет 12400F в многопоточных тестах более чем на 30%. Конечно же, такой апгрейд здорово увеличил игровой потенциал процессора. В связке с RTX 3080 Ti это будет превосходное среднебюджетное решение для 2К или даже 4К гейминга. А вот в Full HD может появиться небольшой боттлнек, так как с точки зрения вычислительной мощности нагрузка на камень увеличится. Само собой, разные игры предъявляют разные требования к системе, но в среднем такое сочетание будет оптимальным. Если вас заинтересовал какой-либо процесс топа, загляните в описание. Там есть ссылки на все устройства, попавшие в нашу подборку. Конечно же, мы не могли обойти стороной платформу AM5. Выбор тут не слишком большой, но даже то имеющееся количество процессоров отлично подходит для нашего топа. К примеру, Ryzen 5 7600X это продолжатель традиции 5600X, перешедший на новый 5-нанометровый техпроцесс. Он не продается за баснословные деньги и определенно оправдывает свой прайс. Разница в производительности между поколениями просто огромная. Бенчмарки показывают от 25 до 35% преимущества 7600X над его предшественником. Кроме того, появилась поддержка PCI-Express 5.0 и памяти DDR5. Значительно возросли и частоты, базовую можно разогнать с 4700 до 5300 МГц за счет свободного множителя. Есть даже интегрированная графика с уровнем игровой производительности не хуже, чем у топовых встроек линейки Vega. Весь этот апгрейд вылился в увеличенный до 105 Вт стандартный теплопакет. Независимо от того, планируется ли разгонять процессор или нет, без башни здесь не обойтись. Резюмируя, добавлю, что для сборок под игры в 2К разрешении это одно из лучших решений на рынке. Ryzen 7 7700X – еще один проц нового поколения от AMD. Он отлично впишется в игровые сборки хай-энд уровня, но с топовой RTX 4090 ему все еще трудно совладать. Играя в современные ААА тайтлы на максималках, при 4К разрешении камень будет загружен на 100%, тогда как карточка будет использоваться на 80-85% своего потенциала. Отличной парой для него будет что-то вроде RTX 4080 или RX 7900XTX. Коротко пробегусь по характеристикам. 8 ядер, 16 потоков, разгон до 5400 МГц за счет множителя и встроенная графика от AMD. TDP все тот же, 105 Вт, кэшел 3 – 32 МБ. Естественно, для охлаждения нужен хороший башенный кулер или система жидкостного охлаждения. Напоследок я оставил камень, который как раз справится с ранее упомянутой RTX 4090 и станет оптимальным решением для самого мощного игрового конфига. Речь пойдет о Core i7-13700KF. Да, именно этого процессора более чем достаточно для раскрытия потенциала самой мощной десктопной карточки на рынке в текущий момент времени. Переплачивать за i9 смысла нет, если дело касается конкретно игровой системы. Возможно, для каких-то тяжелых рабочих задач это и будет иметь смысл, но это уже тема для другого ролика. Итак, под капотом 13700KF 24 потока, 8 производительных и 8 энергоэффективных ядер. Проц построен на 10-нанометровом техпроцессе, множитель разблокирован. Максимальная частота в турбобусте 5400 МГц. В разгоне потребление может превышать 250 Вт. Настоятельно рекомендуется использовать жидкостное охлаждение, хотя в премиальных сборках по-другому и быть не может. Что ж, вот мы и подошли к концу. Напоминаю, что в описании под видосом есть ссылки на все процессоры и промокод на скидку. Не забудьте оценить ролик лайком и подпиской на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления. Напишите в комментариях, какой камень вам приглянулся. Ну а мы с вами увидимся уже очень скоро. Всем пока!